всем привет привет вы на канале вот гсн и сегодня мы с вами обсудим такой вопрос как какую все-таки десятку прокачивать себе первой и как ее выбрать на моем канале уже есть один видосик вот ссылочка на него какие ветки качать первыми и все-таки между данным видео и тем на которое я сейчас ссылался будет определенная разница по одной простой причине потому что в том видео я проговаривал по поводу того какие ветки будут самыми интересными к прокачке максимально легкими прокачки ну и соответственно те которые принесут вам максимум фанами это видео было больше посвящено веткам как предложение для прокачки чтобы вам было интересно тогда когда вы хоть что-то в этой игре уже понимаете сегодняшнее же видео посвящено выбору первой десятки игроками которые не играли допустим в большие танки или тем которые только себе планируют скачать игру или скачали игру дошли до третьего уровня и пытаются понять куда им двигаться дальше не понимая что их ожидает так вот ребят если вы только начали играть то с первого по третий уровень вы будете не более чем фанится вы будете заезжать в бои весело месить друг другу лица не думая по поводу того как оттанковывать не думая по поводу того как отыгрывать от башни не думая по поводу того от чего отыгрывать от кд или от альфы короче говоря вы будете просто весело мотаться по карте не задумываясь о стратегии самого боя. Начиная с четвертого уровня, игра начнет преображаться. И вот начиная с четвертого уровня, как бы смешно это ни казалось, здесь начнет появляться плюс-минус какое-то понимание и если не у вас, то у ваших соперник. Потому что, допустим, играя на картонный Олекта, знающий игрок уже не поедет на передовую для того, чтобы пытаться с кем-то перестреливаться и размениваться своим ХП, пытаясь забирать чужое. Он будет отыгрывать на третьей линии, стоя где-нибудь подальше, для того, чтобы свою картонность не реализовать в пользу своих врагов, но реализовать свою крайне приятную пушку с хорошим временем перезарядки и шикарной точностью. Так вот, ребят, допустим, вы только начали играть и как вам выбрать первую десятку? У нас есть огромное множество танков десятого уровня, но давайте сразу вычеркнем тех ребят, которых вам точно не стоит рассматривать, как первая десятка. Однозначно не рассматривайте, как первые десятки легкие танки. По одной простой причине, потому что легкие танки, они требуют от игрока умения пользоваться картонными машинами с хорошей подвижностью. Да, они классные, они веселые. Вы могли видеть огромное количество видео в ютюбе, которые говорят о том, что на этой машине вы весело и фаново носитесь по всей карте, разноситесь всех в щепки. Но этому необходимо еще научиться. Эту подвижность необходимо все-таки как-то укладывать в одну корзину вместе с существенной картонностью и малой живучестью в неумелых руках. И мало кто из игроков действительно умеет легкие танки им качественно и грамотно применять. То же самое плюс-минус касается и средних танков. Вот как бы я не рекомендовал, как бы я не говорил, что самая классная на сегодняшний день ветка средних танков это Progetto 65, потому что она учит вас играть как на барабанах системой дозарядки, так и на цикличных пушках. И действительно доставляет массу удовольствия во время ее прохождения. Ну а венец этой всей ветки Progetto 65 просто шикарен во всех своих показателях и его система дозарядки это просто импище какое-то на 10 уровне. При этом всем, ребят, все-таки средние танки это тоже не совсем то, что необходимо рассматривать как раз новичку. Если вы играете в игру и выкачали себе несколько танков хотя бы до 8 уровня, тогда да, тогда вы можете попробовать взять себе для прокачки Progetto 65 и прокачать ее до 10 левела, я имею ввиду ветку этой великолепной Progetto, особенно если допустим у вас уже в коллекции есть Proga 46, которая является премиумной машиной и вы научились на ней использовать систему дозарядки на средних танках. Если же вы только пришли в игру, дошли до 3 или 4 уровня и пытаетесь понять куда дальше, то однозначно не выбирайте себе средние танки. Таким образом у вас остается выбор либо тяжелые танки, либо ПТшки. Что касается того, кого я всегда рекомендовал в своих видео, касающихся веток, которые необходимо прокачивать в этой игре для того, чтобы ощутить удовлетворение от всего этого процесса, то тот же самый Кранваген точно не подойдет ребятам, новичкам, которые только пришли в игру. Потому что в нем все-таки есть мягкий нижний бронелист, который будут пробивать, есть система либо цикличная пушка на первых уровнях этой ветки, я имею ввиду не с первого по пятый уровень, я имею ввиду начало ветки, начиная с шестого уровня и по левого включительно. То есть шестой и седьмой левелы здесь вас ждут исключительно машины. Во-первых, средние, а не тяжелые и, соответственно, к ним необходимо будет привыкать. Ну и плюс к тому система цикличных пушек. Дальше у нас идет Эмиль-1, у которого идет обычный цикличный барабан и к нему тоже необходимо привыкать. Ну и Эмиль-2, ну и венец этой ветки М-Кранваген обладают системой дозарядки барабана. И да, действительно, данная ветка для не новичков будет крайне приятной, если вы еще ее не качали, однозначно прокачайте. Плюс к тому вы научитесь играть на цикличных пушках, на цикличном барабане и на двух барабанах с системой дозарядки. Действительно кайфовая ветка, но точно не для новичка. То же самое я могу сказать и про новую метку Минотавра. По одной простой причине, потому что ПТшки вроде бы и неплохие, не все, конечно, но они не для новичка, потому что данные машины, они не обладают определенного рода подвижностью, это во-первых, а стоять постоянно где-то медленно куда-то перекатываясь, это будет вызывать оскому у новых игроков. Ну и что хочется сказать, что данные машины тоже необходимо уметь применять, особенно Минотавра, допустим, с его вот этой вот системой работы от последнего снаряда. Короче говоря, не об этом должны думать игроки, заходя в бой. Так что же я могу порекомендовать? Я бы порекомендовал вам в первую очередь, как бы это смешно не звучало, и сейчас, возможно, на меня полетят гневные комментарии, но все-таки, ребят, услышьте мое обоснование, почему именно так. Начните прокачивать сначала ветку ПТ, дойдите хотя бы до седьмого уровня включительно. Вы можете остановиться на данном процессе, и сейчас я объясню, почему важно начать прокачивать именно ПТшки, а потом уже переходить на тяжелые танки. То же самое касается моего совета и в этой, допустим, вот веточки, точнее, в этом дереве. Если вы все-таки услышите мой совет, тогда я рекомендую вам начать прокачивать либо ветку Объекта 268, либо ветку Гриля. И сейчас объясню, почему. Ну, как вариант еще можно, безусловно, Ягу Е100. Почему именно так? Потому что, когда вы только начинаете играть в эту игру, начиная с первого по третий уровень, как я уже говорил, вакханальные бои, в которых никто ничего не делает согласно какой-то схеме. Просто все едут кто куда и занимаются кто чем хочет. Если вы новый игрок в этой игре, если вы только установили себе игру и вы не понимаете, что в ней происходит нормально, вы не можете быть объективно полезны для своей команды. Когда вы устанавливаете себе игру, это то же самое, что вы учитесь ездить на велосипеде. Вспомните, пожалуйста, все, кто умеет ездить на велике или пытался научиться. Когда ты пытаешься научиться ездить, поначалу ты ездишь с первого по третий уровень. В нашем случае ты ездишь с боковыми колесами. А вот когда боковые колеса у тебя снимают, тебе необходимо со всей ответственности относиться к тому, что у тебя происходит на дороге, то ты, безусловно, должен начать принимать правильные решения. Видеть то, что происходит по сторонам. И как попасть на, точнее, не попасть на велосипеде под машину. Да просто видеть эту машину в стороне от себя. А как это сделать? А сделать это очень просто. Вы должны научиться, когда вы едете, не просто смотреть на свое переднее колесо и контролировать то, чтобы не потерять равновесие. Вы должны спокойно, вальяжно ехать на велосипеде, глядя по сторонам, не задумываясь о том, как вы крутите педали и управляете рулем. Так вот, ребят, к чему говорю. Заезжая на танках, допустим, тяжелых, сразу в какие-то замесы, вы в любом случае попадаете лицом к лицу к врагу. И таким образом превращаетесь в одного из боксеров, которые стоят на ринге и пытаются друг другу набить лица, при этом обращая внимание и концентрируя свое внимание только на своем сопернике. Допустим, на Тигре Порше, заезжая даже с его великолепным орудием, которое мне очень сильно нравится, вы заезжаете в бой, вы доезжаете до линии, на которых вы, как правило, склеснетесь врагами, скорее всего, тоже ТТшками и начинаете друг другу месить лица. При этом вы не обращаете внимания, чем заняты ваши друзья из команды в виде средних танков, легких танков и ПТшек, потому что вы заняты своим каким-то игровым моментом, игровым процессом. Чему учит данный бой? Да, он учит использовать вашу броню, допустим, на ВК-45. Машина очень приятная, очень интересная. Но при этом вы не учитесь читать мини-карту, при этом вы не учитесь смотреть за тем, кто куда поехал и на какой карте, где от вас будет больше долга. Вот если вы как раз возьмете себе ветку ПТшек, дойдете до седьмого уровня, то да, пускай картонный ножхорн с его броней в 15 миллиметров или тот же самый СТ Эмиль, это не имба выживаемости. Но она научит вас пытаться выжить в бою. Вы будете оставаться на третьей линии. Вы будете отыгрывать от великолепного орудия в 460 единиц альфы на седьмом уровне с довольно комфортным временем перезарядки. Я понимаю, что может показаться не сильно комфортным. Окей, возьмите орудие чуть поменьше. При этом будете иметь 310 единиц альфы. Но так или иначе, стоя на месте, недалеко уезжая от респа от своего, вы будете наблюдать за тем, что происходит в бою со стороны. Вы будете смотреть по мини-карте, кто куда поехал. Вы будете видеть в прицелах своих врагов и понимать, где у них есть зоны пробития. Вы будете понимать, кто чем занимается в бою. При этом плюс-минус сохраняя какое-то спокойствие. И только тогда, когда вы научитесь всему вот этому, дойдя до седьмого уровня, вы в принципе можете остановиться временно. Поверьте, рано или поздно до гриля вы все равно дойдете ровно как и до Е100. И это могут подтвердить ребята в комментариях, которые это уже сделали. Но остановившись здесь на седьмом уровне, прокусив полностью все моменты игровых процессов, которые есть в боях, вы сможете вполне спокойно начать прокачивать себе первую десятку в виде тяжелого танка. Какого тяжелого танка? Здесь вы уже можете определяться самостоятельно. Но в любом случае я рекомендовал бы вам остановить свой выбор на тех тяжелых танках, которые ведут вас по ветке тяжелых танков. То есть не так, как в ветке допустим Соединенных Штатов. Вам сначала необходимо попытаться поиграть, будучи новичком абсолютно зеленым, на легких танках, потом на средних танках и только потом апофеоз всей этой истории в виде тяжелого танка. Нет, ребят. Возьмите себе те ветки, которые начинаются с тяжелого танка и к тяжелому танку вас ведут. Именно в таком процессе вы сможете ощутить, как необходимо отыгрывать тяжелые танки от их брони и их альфы. Потому что, как правило, тяжелые танки не обладают хорошей скорострельностью, за редкими исключениями. И именно это вы должны, в принципе, я бы сказал, впитать в процессе, начиная с самых низких, как можно ниже уровней. Если вы возьмете себе, допустим, ту же самую ветку ВК-7201К, то, безусловно, здесь вам будет поинтереснее. Но будьте готовы к тому, что предпоследний танк будет параллельно учить вас отыгрывать от машины, у которой заднее расположение башни. Здесь необходимо понимать тактику и стратегию использования данного танка, потому что просто, как обычно, выезжать на нем в замес, это смерти подобно. Вот такое вот мнение у меня есть. Поддержите его в комментариях, либо опровергните его. Но в любом случае, попытайтесь держаться от негатива, а попытайтесь лучше подсказать новеньким, что необходимо делать в бою. Мы-то от них требуем, чтобы они не были мясом. Так давайте попытаемся научить их вместе этим мясом не быть. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, приятных прокачек, мира, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока.